Всем привет! Меня зовут Александр. Я работаю в компании DataArt. Приехал к вам буквально на день из Питера. Я занимаюсь фронт-эндом и очень его люблю. Также я люблю модульный подход во всем. И сегодня мы поговорим про модульный подход во фронт-энде. Мы поговорим про Web Components. Кто вообще слышал, что такое Web Components? Поднимите руки. Окей, пара человек. Я думаю, вам будет полезно слышать остальных. Сейчас просто ждет открытие. В общем, Web Components. Начну объяснять, что это такое с парочкой примеров. Я думаю, многие, кто занимаются разработкой веба, пробовал поставить себе на сайт Google Maps и поставить пин на текущие геолокации пользователя. Обычно это не так мало кода. То есть надо прочитать документацию, надо что-то попробовать поставить маркер. То есть это не так прозрачно. Окей, Web Components. Всего лишь один тег. И у вас на экране Google карта с текущей геолокацией пользователя. Использует под собой он геолокации API, который встроен в браузер Chrome. Еще один очень простой пример. Знакомьтесь, это тоже Web Component. Я думаю, все его узнали. Что это такое? Это просто custom tag, который в себе содержит, инкапсулирует несколько элементов. В сумме плюс CSS3. У него также очень есть классная фиша, к сожалению, которую я не смогу продемонстрировать. Если на него навести, то еще включается музыка и используется Web Audio API. И можно услышать трек, под которым он танцует. Это достаточно простой такой пример, веселый. Он в реальной жизни, естественно, не имеет никакого практического смысла, но демонстрирует Web Components подход. То есть инкапсулирование каких-то сложных элементов внутри одного тега. Web Components также может быть целым предложением. Вот здесь вот я вывел на экран Web Component X Instagram и передал тег DataArt. У нас получилось веб-приложение, которое подтягивает из Инстаграма последние 30 фотографий с тегом, который мы передали в наш атрибут. То есть это целое приложение, которое инкапсулировано всего лишь в один тег, который вы добавляете к себе на страницу, и вуаля, у вас все работает. Давайте посмотрим, какие проблемы в фронтенде мы можем решить таким модульным подходом. Какие проблемы в современной веб-разработке. Под современной веб-разработке я подразумеваю примерно вот это. То есть мы больше не разрабатываем, очень редко разрабатываем предложение под какой-то один девайс, под какое-то одно разрешение, к примеру, десктоп. Разработка современных предложений должна быть responsive, adaptable, то есть UI должен быть адаптивным под различные user experience на разных устройствах. Это достаточно большой челлендж для разработчика. И мне кажется, текущие инструменты, которые мы используем, они не идут на говно с требованиями рынка, с теми задачами, которые у нас поставлены. К примеру, представим HTML элементы, которые у нас есть уже, не знаю, больше десяти лет, куда больше десяти лет, больше пятнадцати. К примеру, у нас есть какие-то простые дивы, достаточно примитивы, а также есть очень мощные компоненты, как select. Что такое select? То есть браузер понимает, что такой select, он строит компонент, мы с ним можем оперировать, он его рисует, это сложный выпадающий список, у него есть API, мы из любого фреймворка сможем с ним взаимодействовать, и это потрясающе. А что, если бы мы могли построить много таких компонентов и взаимодействовать с ним отовсюду? Построение в текущем сояне веба построение UI элементов достаточно сложно. Продемонстрирую это на примере tab components. К примеру, если вы используете какую-нибудь библиотеку типа twitter bootstrap или jQuery UI, примерно workflow такой. Вы заходите на документацию, вспоминаете огромное полотно HTML тегов, которое должно составлять эти табы, копируете себе приложение, подцепляете какой-то jQuery plugin и инициализируете его в виде скрипта. То есть это достаточно размазано между HTML, между JavaScript, декларативный и императивный подход. Некоторые фреймворки позволяют более декларативно описывать стиле все, что вы хотите сделать. И все, к примеру, держать в JavaScript. А некоторые такие, как Angular, вас заставляют писать директиву, в которой вы через неделю, заходя в ваш код, сходите с ума. Да, вроде бы все хорошо, но на самом деле не очень. Все эти подходы, они решают в принципе одну и ту же задачу, но решают ее разными способами. Да, в шоке. Но самая главная проблема в том, что, к примеру, вы постоянно ищете, начиная новый проект, чем лучше Framework X, чем Framework Y. И если вы, например, в течение года работали на Backbone и много сделали заготовок, а потом судьба вас вынудила перейти на какой-нибудь другой Framework там Angular, React и так далее. Вы просто начинаете все сначала. Вы те же самые UI элементы строите с каких-то примитивов. Вы пишете кучу boilerplate кода. Реально работа увеличивается вдвое. И тут появляются веб-компоненты. Что такое веб-компоненты? Это кастом элементы, которые вы инкрируете на страницу, и вы можете с ними взаимодействовать, как с любым другим тегом, в native web platform. То есть это теги, у которых есть атрибуты, у которых есть свойства, функции. Вы можете прибиндить к нему какой-нибудь event listener, слушать события. То есть вы можете взаимодействовать с этим элементом внутри любого фреймворка, будь Backbone, Angular и так далее. Но с точки зрения чисто API, это то же самое, что вы взаимодействуете с select. То же самое, что вы взаимодействуете с combo-box каким-нибудь. Это все очень просто. Второй плюс веб-компонент – это то, что он очень понятный. Я думаю, никого в зале не найдется, который скажет, ой, я не понимаю, как добавить четвертую вкладку в этот код. Мы читаем и понимаем, что для того, чтобы добавить четвертую тег, мы просто должны написать тег. Тег – это то, что у нас есть уже 20 лет. Мы этим мыслям это понимаем. То есть мы просто добавляем. У нас получается tab component с четырьмя вкладками, которые себе инкомпулируют CSS как какую-то разметку. Но для конечного пользователя, для веб-разработчика это просто 4 тега. И я считаю, что это просто потрясающе. И не только я так считаю. Да, ну что же такое веб-компоненты? Я вот говорю веб-компоненты, веб-компоненты. Кто под этим лежит? Из чего это сделано? Что под капотом? И как вы, как я, могу сделать веб-компоненты? На самом деле под капотом веб-компоненты лежат 4 спецификации, которые приняты в WebStandards. Первое – это Custom Element. То есть это возможность создания кастомных элементов. Современные браузеры. Под современными, я понимаю, я подразумеваю Evergreen. То есть Evergreen – это те, которые имеют возможность обновляться автоматически. То есть это IE 10+, Safari 6+, и Google Chrome, Firefox и Opera. Они все уже практически все имплементировали возможность создания custom тегов. То есть вот посмотрим на приложение Gmail. Если мы откроем инструмент разработчика, мы увидим вот такой вот суп из div, который очень сложно понимать. Возможно, это приложение было проведено через опускацию хода, то есть классы были заменены. Тем не менее, когда мы смотрим на приложение, мы понимаем, оп, здесь кнопка, это панель кнопок, это письмо, заголовок письма. Когда мы заходим в код, у нас начинает голова идти кругом. Именно для этого были придуманы custom elements. Я надеюсь вам видно код. То есть мы API, native API браузеров современных дает нам возможность создания custom тегов. Делается это примерно вот так. То есть мы делаем документ querySelector и можем добавить обычный listener и слушать какое-нибудь в меню свойство. Это очень простой API. Следующая штука, которая лежит под капотом web components, это templates. Я думаю, многие используют различные фреймворки и они используют какие-то template handlebars, mustache и так далее. Все эти template engine, они работают за то, что конкатенируют строки. И создатели спецификации подумали, что все просят template, а почему бы не добавить это в стандарты? Почему бы браузеру не сделать custom tag template, который позволяет сразу же на страницу поставить этот template и потом с ним манипулировать? К примеру, если вы просто будете создавать diff на странице, делать ему display none, при загрузке, если в нем будет имидж, аудио или видео, он со стороны будет генерировать http request и запрашивать эту данную. Плюсы template, то, что внутри него, оно абсолютно инертное. До тех пор, пока вы его не возьмете и не вставите в код. То есть все, что там написано, его не видно, оно не создает http request, но не кинут до тех пор, пока вы его не подцепите. И такая штука уже тоже есть во многих современный браузер. Третья штука, это просто потрясающая технология, это Shadow DOM. Она решает вопрос инкапсиляции CSS и HTML внутри одного тега. Можно провести параллель, наверное, с iFrame, всем известным. То есть вы вставляете целое приложение в код, тем не менее его CSS и HTML, оно независимо от вашего остального приложения. И также Shadow DOM. Это достаточно мощная технология, достаточно сложная. Она позволяет делать вот невидимые дом-деревья, которые будут инфицировать себе весь CSS и HTML. К примеру, легче вам показать, о чем рассказывают. К примеру, в HTML5 есть всем известный тег-видео. И когда вы вставляете, браузер показывает что-то типа такого. Вы понимаете, что тут есть какая-то кнопочка play, можно музыку менять, громкость. Но как же это рисуется, да? То есть может быть это какая-нибудь магия браузера, что-то сложное. На самом деле нет. Если вы откроете инструмент разработчика, то можно увидеть, что тег-видео переделывается в shadow root. То есть это Shadow DOM. Внутри него есть инкапсулированные divы, инкапсулированные CSS, которые не влияют на вашу страницу. То есть можно навести там, посмотреть, что это кнопочка. Кнопочка. У него есть такой-то CSS. Тем не менее вы выставляете этот код, и оно в контексте независимо. То же самое с web-компонентами. Можете создавать web-компоненты, которые себя инкапсулируют CSS. И четвертая штука — это HTML imports. Это меняет весь подход, как мы загружаем ресурсы в наш HTML. К примеру, если мы используем bootstrap, нам нужно подключить bootstrap CSS, JS, что-нибудь еще там надо подключить. А если мы используем HTML imports, мы просто меняем link real import и указываем bootstrap HTML, в котором уже в свою очередь мы подключаем JS, CSS и так далее. То есть мы таким образом можем загружать web-компоненты. Наверное, люди, которые забираются в оптимизации, сейчас сразу скажут, это же генерирует кучу HTTP request, когда мы загружаем страницы, да? Да. Но есть специальные инструменты, которые типа Balconize, которые проходят по вашему HTML файлу, выдирают все эти импорты и вставляют уже во время деплоя. Во время разработки вам это не надо. Во время продакшн пожатой версии вы можете сразу все вставить онлайн. Тогда проблема еще в переквестах уйдет. Все эти четыре технологии плюс кое-какие event-хендеры в виде mutation observe, object observe, которые позволяют отслеживать свойства у атрибутов, они в сумме лежат под капотом web-components. Переходя к поддержке браузерами, в web-components все плохо. Наверное, сейчас все скажут, а зачем я вообще вышел тут рассказывать, что это использовать нельзя. Да, все плохо. Но и тут выходит полимер. Заметьте, до этого я не говорил про полимер вообще ничего. Web-components это та штука, которую уже можно использовать в современных браузерах, но только в малой части. Что делает полимер? Во-первых, она добавляет некоторую библиотеку, Polyfill Web-components, которая позволяет, если браузер не поддерживает вот эти спецификации Shadow DOM, HTML Imports, и все эти 4, которые я указал, она имеет JavaScript реализацию, которую подменяют и позволяет вам использовать этот API в виде JavaScript реализации. Но если в браузере есть нативная реализация, то она переключается на нативную. То есть это некоторый fallback для более старых браузеров. Задача Polymer — поддерживать каждый последний версии Evergreen браузера. То есть это можно использовать с помощью Polymer в IE 10+, Safari 6+, в Chrome, Firefox и Opel. То есть это уже куда лучше. Вторая часть, что делает Polymer — это добавляет синтактический сахар для создания веб-компонентов. То есть если мы будем его делать в Polymer, достаточно некрасивый код, там сложно, что-то много байдер-плейт-кода. И третья вещь — она дает нам определенный набор примитивов, уже готовых веб-конференцах, которые можно использовать в их приложении. Да, с помощью Polymer все намного лучше. Итак, посмотрим, к примеру, как он сахарит создание custom elements. То есть с помощью Vanilla.js мы должны сделать reduce the element, paper tab и так далее. С помощью Polymer мы заходим просто в HTML файл, указываем custom element Polymer element, создаем name PaperTabs и декларативно описываем все, что нам надо. То есть это куда проще. Помимо создания компонентов можно расширять, которые у вас есть. Например, у вас есть button, да, все знают button в HTML. Можно создать веб-компонент, который расширяет, делает super button. Мы указываем button из super button, и у нас получает проведение нашего веб-компонента. Какие плюшки добавляются в темплейты? И создание Shadow DOM. Чтобы создать Shadow DOM просто Vanilla.js, мы должны сделать create shadow root, а потом контейнировать строки, ну, либо указать ссылку на наш темплейт. Это заработает. Здесь мы опять же пишем все в одном HTML файл, указываем темплейт сразу же, и полимер говорит то, что в темплейт, сразу засунем в Shadow Root. То есть, опять же, это очень лаконично и в своем декларативном стиле. Как summary, можно посмотреть. То есть у нас есть нативная реализация в некоторых браузерах тех спецификаций, которые лежат под полимером и веб-компонент. Потом есть web-компонент.js, раньше он назывался полимер.js, который делает polyfill и fallback для браузеров, которые не поддерживают некоторые спецификации. И также сверху этого, сверху того синтетического сахара, который у нас есть, и API, у нас есть еще набор элементов, которые реализовала команда Google, чтобы мы могли смотреть, учиться и что-то уже использовать в наших приложениях. к примеру, если мы рассмотрим вот дефолтные HTML теги, у нас есть какие-то, которые реализуют UI, а которые помогают нам что-то делать. То есть, utils. И в полимере все это компоненты. То есть, к примеру, вот есть библиотека core elements, которая реализует все эти элементы, которые вы видите. То есть, это как UI-компоненты, какие-то header, toolbars, к примеру, responsive layout, которые мы можем использовать как в мобильных приложениях, так и на десктопе. Так и какие-то утилитарные вещи, например, с помощью Web Components local storage мы можем вложить информацию в data local storage и решили кидать jack-запрос. А также есть очень классная штука. Это второй набор UI-компонентов, это paper elements, которые реализуют подход material design. Например, мы просто делаем paper input, и у нас уже есть стилизованный Web Components в виде input material design. И таких вещей уже очень много. Можно просто брать и использовать. Очень классно накидывать прототипы с помощью полимера именно в material design. Веб-приложении, к примеру, вы хотите поиграться, посмотреть, как это будет выглядеть в новом material design, можете использовать библиотеку paper elements. Да, и вот клики, которые расползаются с откликом. Также эти Web Components вы можете стилизовать снаружи. То есть у вас некапсулированный CSS, тем не менее вы можете снаружи как-то поменять мировой стиль. Видите, видно, мы меняем триггер, у нас зеленый цвет меняется на фиолетовый. Тоже достаточно мощная штука, и уже можно пользоваться. Здесь вот я даю ссылочку, где это можно узнать подробнее. Это polymerproject.org. Там уже очень много ресурсов, много туториалов, много информации можно почитать. также видео на YouTube, потому что на последнем Google I.O. очень хорошо дали информацию про Polymer, там порядка десяти видео. Можно почитать про текущую реализацию веб-компонентов на chromestatus.com. Также есть сайт Custom Elements I.O., в котором не только Polymer элементы, да, а реализация веб-компонент целом. То есть там можно найти как раз вот тот x-Instagram, который я добавил на страницу. Можно найти какие-то тулбары, можно найти Google Maps. можно даже интегрировать что-то типа различные вот Google-приложения, которые у нас есть там для написания текста, по типу Excel и так далее. То есть можно добавить Custom Tag, и у нас будет приложение. И почитать веб-компоненты на webcomponents.org. Все эти вещи, вы понимаете, дает нам много преимуществ. Мы можем использовать веб-компоненты как на уровне создания именно компонент, а потом свыше использовать какой-то framework, который манипулировать с помощью веб-компонентов. Мы можем переиспользовать наш код. Наша продуктивность повышается. Переходя с framework на framework, мы можем использовать наши наработки. Мы можем использовать инструмент, те компоненты, которые уже есть accessibility, то есть для людей с заграничными возможностями они тоже уже продуманы. Возможностей очень много. Стоит ли сейчас использовать? Я думаю, стоит присмотреться. Пыщи-пыщи в production, к сожалению, сейчас прямо не получится. Потому что не все браузеры это поддерживают, но если у вас, к примеру, ваше приложение рассчитано на evergain-браузер или, к примеру, на android kitkat, в котором используется уже хроме в браузере, вы можете это использовать. тем не менее, этот веб-компонентный подход это будущее. На это намекает не только Polymer, на это намекает Mozilla Bricks, который делает тоже свою реализацию веб-компонент. На это намекает на внешнем продвижении BEM от Яндекса. За модулями будущее. Мы должны переиспользовать наш код. На это намекает просто здравый смысл. И это течение действительно то, за чем нужно следить. Спасибо. Готов к выйти на вопрос. Здравствуйте. Спасибо за интересный доклад. Сам я не являюсь работодрабочим. И, возможно, мой вопрос покажется глупо. Как я понял, об этом компонент это достаточно свежая идея среди правых. И есть ли у нее 4 спецификации, которую будут уже реализовывать все браузеры? Ну да. Есть 4 спецификации, которые уже приняты. Алле-алле. Так. Которые уже приняты. Это HTML Imports, Shadow DOM. В общем, все 4, которые я указывал. Но браузеры они не успевают во все реализовать. То есть Google Chrome и те браузеры, которые на Chromium, у них уже все окей. Отстает Safari, отстает AI. Старые браузеры, к сожалению, которые не апгрейдятся автоматически, что-то типа AI 9, они уже невозможно будут реализовать эту технологию на старых браузерах. А те, которые обновляются автоматически, они постепенно реализуют эти стандарты и это будет работать все в будущем. Ну то есть и реализуют нам и их однозначно. То есть поведение на Chromium будет таким же, каким самарит. Спасибо. Вопрос. Отличается ли использование на Chromium или использование примера для качества полбектора в старых браузерах? Вопрос. Вообще не должно. Естественно, падает производительность. То есть это заметно. В качестве назвала написание нет. Написание абсолютно одинаковое. Оно прозрачное и простое. Здравствуйте, Александр. для меня зовут Егор. Тема вашего доклада достаточно интересна, но остаются вопросы. Главное, что я не понял. То есть что представляет компонент? это чем декларировать класс, который уже строим в интерпретаторе сайте? Или же это просто ссылки на уже декларированные какие-то функции? Расскажите о том. Веб-компонент, по сути, это HTML файлик, в котором в декларативном стиле описан полимер элемент темплейт и какой-то JavaScript, который добавляет какой-то код. что вы делаете в вашем элементе? Вы этот HTML файл просто добавляете на страницу с помощью link . . Получается то, что используя компания, если мы уменьшаем количество сроков кода, но в то же время увеличивая количество перезапросов на какие-то подкределенные объекты, это уменьшает время работы сайта, уменьшает время разработки. Как я уже вспоминал, HTML импорт генерирует новый HTTP request, но для продакшена существуют инструменты на гарантии галпе и других сборщиках, с помощью которых вы можете пройтись по вашему HTML файлу, подтянуть те HTML импорты, которые вы указываете в виде импорта, прямо сразу в код. и в итоге на продакшене у вас будет один HTML файл с импортом импортами. Естественно, они будут генерировать новые перепосты. есть инструменты организации создания. Третий вопрос получается. Как вы бы использовали компоненты, если бы вы разрабатывали маленький сайт и сами большого пользования? В каком случае вы бы использовали компоненты? В каком случае вы бы решили сами просто прописать все и все? Естественно, если будет заказчик, который говорит, что у меня все пользователи на Evergreen браузере и нет необходимости поддерживать старые браузеры, естественно, я буду использовать RedComponents, который создает мощный API, мощные инструменты при использовании кода. Если необходимо поддерживать старые браузеры, скорее всего, пока это невозможно и остается только ждать, пока старые браузеры умрут. Спасибо большое. Саша, спасибо большое. А ты тоже получаешь у нас памятную футболку. Ура, ура. Приезжай к нам еще выступает больше классных презентаций и докладов. Спасибо, слушатели. Давайте скандерфируем с футболочкой. Давайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.